Всем привет, дорогие наши подписчики и случайные зрители! Как же уже за***ли новости про этот китайский коронавирус? Мы вообще не хотели обращаться к этой теме, пока не узнали происхождение этого вируса убийцы. Сегодня мы вам расскажем, откуда он появился. Вы увидите в этом видео уникальные кадры из китайского Уханя. Мы вам расскажем, как победить этот вирус и почему его так назвали, и к какой же болезни приводит заражение коронавирусом. Смотрите нас и не переключайтесь, в этом ролике будет много очень интересного. Вы находитесь на канале. Привет, земляне! Китай подтвердил сотни случаев заболевания в 25 провинциях страны и изолировал многомиллионный город Ухань. А в нем проживают более 11 миллионов человек, ну вернее проживало. А тем временем коронавирус бодро продолжает распространяться по Китаю. Смотрите, как один из китайских докторов причитает о том, что мест в его больнице уже нет и не нужно везти к нему заболевших. Китайцы долго не думали и решили построить пару новых клиник в городе, в городе Ачиге распространение этого вируса. Первый полевой госпиталь на одну тысячу пациентов площадью около 25 тысяч квадратных метров строят в западном районе Уханя. Новый госпиталь позволит обеспечить заболевшим всю необходимую медицинскую помощь и изолировать больных от здоровых. Работы на стройплощадке начались в пятницу, 24 января. На строительство отвели 6 дней. Здание обещают ввести в эксплуатацию к 3 февраля. Образцом для него послужила временная пекинская больница Сяо Таншань. Ее построили за неделю, представляете, за неделю, в 2003 году при эпидемии атипичной пневмонии. В субботу 25 января было принято решение построить в Ухане вторую подобную специализированную больницу. Строительство госпиталя на 1300 коек площадью порядка 30 тысяч квадратных метров займет всего лишь 15 дней. Конечно, кадры строительства больницы обошли уже весь мир и они не могут не впечатлять. Субботу 25 января На заводе, где изготавливают защитные маски, скопилась целая очередь людей, где эти маски выдавались сразу же, практически с конвейера. Очереди за масками образовались во всех аптеках Китая. Моя мая 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 А те, кто покидали город самостоятельно, проезжали специально организованные пункты, КПП, на которых им проверяли температуру тела. В самом Ухане людей практически уже нет. Люди сами покидали город. Вот вы видите, какая образовалась пробка на выезде из города. Кому-то помогали с эвакуацией. Вот, как вы видите, на данный момент город пустой. Практически все магазины не работают, только единицы. Людей особо тоже нет. Так, пару машин. Люди эвакуированы. Паника уже остановлена. Проведена колоссальная работа по эвакуации людей. На изоляцию города были брошены военные. Прилавки и полки в магазинах практически пустые. Ну, каждый, конечно, по-своему готовился к карантину. Ну, а те, кто остался, полностью готовы к встрече с коронавирусом. Население же ближайших городов ставит заградительные блоки, чтобы зараженные не прошли в их населенный пункт. Все это смахивает на какой-то зомби-апокалипсис. Китайцы пытаются остановить распространение вируса, распыляя спецвещества, убивающие эту заразу. Многих эта ситуация с коронавирусом в какой-то степени потешает. Отличилась в очередной раз датская газета «Джулиан Постон» 27 января, опубликовав иллюстрацию к заметке о вспышке коронавируса в Китае, поместив возбудителей болезни на ярко-красный фон, чтобы они напоминали китайский флаг. Через несколько часов после выхода публикации посольство КНР в Дании потребовало извинений у газеты. Главный редактор издания, Якоб Нибро, заявил, что газета приносить извинения не будет, так как карикатура не является насмешкой над обстановкой в Китае. Итак, что же такое коронавирус и откуда он взялся? Коронавирусы семейства, включающие на январь 2020 года 40 видов вирусов, объединенных в два подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен аж в 1965 году у пациента с острым ринитом. В середине декабря 2019 года началась вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом 2019-NCOV. Коронавирусы – это большое семейство вирусов, в которые входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей. От распространенной простуды до тяжелого острого респиратурного синдрома, то есть это торс, либо атипичная пневмония, а также воспалительный процесс пищеварительного тракта. На долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20% случаев всех ОРВИ. Коронавирусы – это микробы сферической формы, содержащие одноцепочную молекулу РНК – рибонуклеиновая кислота. Они имеют оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающими корону при затмении Солнца. Отсюда и название – коронавирус. Эксперты признали, что вирус, подобный пневмонии, был недооценен исследовательским сообществом и предположили, что летучие мыши могут распространять смертельно опасный вирус. Пока не ясно, как вирус распространился между людьми и летучими мышами, но ученые считают, что, возможно, существует неизвестный промежуточный продукт. Неизвестной связью может быть суп из летучих мышей, который является необычным, но широко употребляемым китайским деликатесом в провинции Ухань. А вот вам кадры с потенциально смертельным супом. В них можно увидеть жителей Ухань, которые ели суп из животных. На одном из видео девушка ест черную летучую мышь, парой палочек для еды, когда она садится обедать с друзьями. В другой раз житель Ухани сфотографировал летучую мышь в тарелке, перед тем, как съесть суп. В некоторых китайских ресторанах шеф-повар лично приносит клетку с живыми летучими мышами, чтобы клиент выбрал себе экземпляр для приготовления, а затем подает тарелку с деликатесным супом. Главное в супе его основной ингредиент – летучая мышь, а рецепт не затейлив. В суп добавляют имбирь, лук, перец и специи. Руководитель китайского центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на Уханьском рынке. Он также предупредил, что новый вирус адаптируется к меняющимся условиям и мутирует. Как же защитить себя от коронавируса, если вы собираетесь в поездку в Азию? По рекомендациям Роспотребнадзора, в связи с угрозой распространения нового коронавируса, соблюдайте меры предосторожности в поездках. Во-первых, уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия. Затем, используйте маски для защиты органов дыхания. Пейте только бутылированную воду, ешьте только термически обработанную пищу. Мойте руки перед едой и после посещения многолюдных мест. Не посещайте ни в коем случае рынки, где продаются морепродукты и животные. Культурно-массовые мероприятия с участием животных. И при любом недомогании срочно обратитесь за медицинской помощью. А если вы обращаетесь за медицинской помощью на территории Российской Федерации, то обязательно нужно сообщить врачу о времени и месте пребывания в Китае. Мы с вами выяснили, что самым распространенным заболеванием после попадания коронавируса в организм человека является пневмония. Пневмония уже стала причиной гибели более 100 человек, согласно уточненным данным. И еще 95 находятся в критическом состоянии. Отмечается, что в списке тесных контактов заболевших находится более 6000 человек. За ними наблюдают медики. На данный момент заболело уже более 4500 человек в Китае. Есть зарегистрированный случай в Германии. И случай заболевания в Камбодже, в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме. В общем, друзья, такая вот ситуация с коронавирусом в Китае. Ну а теперь уже и в мире. В наше распоряжение попало фото. За достоверность его мы не ручаемся. Это фото якобы с меню одного из ресторанов на рынке в городе Ухань. Вот из каких животных вы можете заказать себе обед. Циферки это стоимость. Здесь есть все от павлина и верблюда до змеи, лис и енотов. Но летучих мышей, по крайней мере здесь на фотографии нет. Когда мы готовили этот материал, у нас в воздухе, после всего увиденного и прочитанного, остался только один вопрос. Зная, как трепетно китайцы относятся к своему здоровью, насколько это нормально, если летучих мышей, крыс и их детенышей, жаб, угрей и тому подобную дичь. Мы для себя ответа на этот вопрос не нашли. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что же ребята, всем удачи, не болейте, следите за здоровьем, пока-пока!